Украина будет думать о контрнаступе номер два. Этого нельзя исключать. И день за днем, я осторожненько скажу, наша армия перефатывает стратегическую инициативу. Я вижу, как в этот исторический, драматический период, как же хорошо Богом было велено, что у России есть Белоруссия, а у Белоруссии есть Россия. Нам сейчас не надо дать возможности зарываться противнику в землю. Мне кажется, после этих глубоких трагедий, разломов, славянское ядро Европы, коим представляется Россия, Белоруссия, Украина, мне кажется, оно неизбежно срастется. Виктор Николаевич, мы были свидетелями встречи двух президентов наших в Белоруссии и России, в Петербурге, Высший Госсовет, множество тем и решений, но одна из главных. И, собственно, понятно, что где-то приурочено, наверное, и проведение Высшего Госсовета в Петербурге к 80-летию освобождения Ленинграда. И вот о чем говорили лидеры, о том, что важно не просто помнить, но помнить, понятно, как бы для нас, особенно нашего поколения, это безусловно важно. Но и важно не дать сегодня новым идеям, что, а может, не надо было защищать Ленинград, и тогда бы не погибло миллион человек. Ну и вот о чем говорил Лукашенко. Так с такой логикой, может, не надо было вообще сопротивляться? Почему вот именно сейчас очень важно говорить об этом и напоминать людям? Чем дальше мы отдаляемся от Великой Отечественной войны, от фактов даже недавней истории, тем чаще, на мой взгляд, единые противники пытаются вырвать из памяти и российского, и белорусского народа из памяти те, я бы сказал, корни, которые живут в сознании народов двух государств, которые больше всего пострадали от фашизма. Вы знаете, это, если можно так сказать, это еще и отрыжка современной западной пропаганды, которая пытается, в общем-то, порушить такие духовные опоры, извините за высокие слоги, белорусского и российского народов, которые нам дали отцы и деды, победившие фашизм. Это второе. Третье, вы видите, поднимает голову нацизм. Вот этот проклятый неонацизм, он сильнее всего к великой печали, поднимает голову на земле, где, в общем-то, и зародилась эта великая беда фашизма. Вот потому наши лидеры наших государств такое большое внимание и уделили вот именно вот этим вопросам. Да и в целом, посмотрите, пожалуйста, куда бросилось человечество, куда бросилась Европа. Пересматриваются итоги Второй мировой войны, делаются переоценки заслуг техильных народов и армии, умаляется значение победителя и, наоборот, повышается значение тех, кто проиграл. Победители становятся национальными героями. В общем-то, с ног на голову пытается эта история переделаться в руках тех, кто, в общем-то, является нашими противниками. И политическими, и экономическими, и военными. Вы знаете, размышляя над этим, я даже должен сказать, что мы сейчас, мир, даже Европа, и тем более, естественно, и Россия, и Беларусь, мы вступаем в такую эру, когда наши народы, Запад пытается приучить беспамятству. Оплевать все советское, оплевать все то, что имеет отношение к победе, рассорить, сказать, что, в общем-то, не было такого героизма массового и так далее. Вы знаете, мне кажется, это делается для того, прежде всего, чтобы ослабить и моральный дух, и патриотическое настроение, и память, которая живет вот в головах наших народов. Вообще, я вам скажу, вот эти все, вы же видите, это идут пока и дейные разговоры, я не говорю вам о танках, о пушках, о ракетах и так далее, ведь это же совершенно очевидно, что это часть идеологической, информационной войны, которая всегда являлась предпольем войны горячей, если хотите, да. Мне кажется, что чем больше из нас пытаются вытравить память о нашем драматическом, героическом прошлом, тем больше человечества злодеи пытаются подвинуть к новой холодной войне, и, в общем-то, эта новая холодная война, которая назревает, да, уже идет, это, в основном, уже предбаватель горячей войны. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Ну, где-то уже идет и горячая фаза, ну, естественно, мы говорим сейчас о линии соприкосновения на территории Украины. На ваш взгляд, насколько успешны действия сейчас армии Российской Федерации, мы видим, как изменилась тактика, то бишь, те же удары, допустим, по инфраструктуре, они стали ну, скажем так, по другим целям наноситься. Мы видим какие-то, может быть, незначительные на первый взгляд, но, может быть, только на первый взгляд успехи и непосредственно на ЛБС. Очень много таких, ну, не знаю, диванных, не диванных, но вместе с тем, мнений, которые говорят о том, что с наступлением тепла Россия будет готова наступать и с широким фронтом, ну, или как минимум брать такие города, как Харьков. С той стороны поступает много информации, что там уже, в общем-то, люди готовятся, кто-то уезжает, кто-то по-другому готовится. Ваши оценки? Я хочу сразу, дорогой белорусский брат, сказать, что я не принадлежу к тем военным экспертам, военным журналистам, которые склонны припудривать ситуацию в пропагандистских целях. Специальная военная операция для российской армии складывалась по-разному. Вы знаете, что в начале специальной операции, когда мы подошли даже к предместе Киева, мы потом отринули, это раз, вы это знаете. А потом мы понесли достаточно серьезные потери. Об этом тоже надо беспощадную правду говорить. И Балаклея, и Купенск, и Изюм. Мы же ведь оставили. Внимание, а разве я не могу не сказать, что нас противник, по сути, вынудил уйти с правого берега Днепра, в районе Херсона. Вот так оно поначалу складывалось. Да, сейчас российская армия во многом помудрела, посильнела, получила новые вооружения, получила новые моб-ресурсы, подготовленные. И день за днем, я осторожненько скажу, наша армия перефатывает стратегическую инициативу. Вы знаете, она, может быть, не так видна из Минска, и даже из Москвы, когда мы озираем поле боя. Ведь получается, по сути, в глобальном плане, линия боевого сопротивления, вы знаете, так расшатывается с обеих сторон. Вот идут позиционные бои. С той стороны противник лезет там со штурмовыми отрядами. Мы посылаем штурмовые отряды, мы используем авиацию, артиллерию и так далее. И по сути, помните, однажды Залужин сказал, что мы зашли в тупик, за что он по башке получил от Зеленского. В целом, мы сегодня можем говорить, что несмотря на всю буйность линии боевого сопротивления, радикальных перемен, на фронте не наблюдается. Но, но, но. Самые же украинские генералы и политики, и военнопленные украинские признают, что Россия с каждым днем российская армия все сильнее и сильнее давит украинские войска. Я очень осторожно, я еще расскажу, я очень осторожно скажу, что есть немало примет, когда на целом реании участка в линии боевого сопротивления мы давим настолько, что можем честно сказать, что мы перефатываем стратегическую инициативу. Это, во-первых. В вашем разговоре или в вашем вопросе я услышал слово Харьков. Вы знаете, в России есть очень много людей, которые сидят на диване и которые не имеют ни военного образования, но они знают как воевать. И все получается не так. И генералы не так ведут войска в бой. И не так планируют ситуацию и так далее. Но я бы хотел сказать сейчас о главном. Когда мы начали, когда обломалась вот это контрнаступ, вы знаете, да, но это факт уже. Как бы кому-то не хотелось сказать, но контрнаступление уперлось лбом украинских войск в нашу линию Суровикина. Мы великолепным инженерам отношения приготовили, не только инженерам, дали окно, что делает сейчас враг. Если бы ему удалось в этом ходе нашего контрнаступления пройти дальше, мы сегодня бы с вами, дорогой мой брат, сегодня говорили о боях в Крыму. Да, между Украинской и Российской Армией. Мы бы сегодня говорили, что Российская Армия зубами держится за Азовское побережье, потому что его туда пытается утопить Украинская Армия. Мы бы об этом сейчас говорили. А что мы видим? Мы видим, что фронтально Украинская Армия сегодня переходит к стратегической обороне. И вы наверняка знаете, что на белорусском направлении инженерные работы идут полным ходом. И еще на пяти только основных больших рубежах по самый подбородок Украинская Армия закапывается. Вот у меня только вопрос, я вам по секрету скажу, а что же мы смотрим так спокойно, покуривая сигаретки и поглядывая в бинокль, как Украинская Армия зарывается в землю. Вы знаете, там получается несколько Авдеевок, проклятых Авдеевок, которые мы сейчас выдалбливаем и фабами, и артиллерией, и авиацией, но закопались так, что там просто не получишь, и мы сейчас вынуждены окружать Авдеевок. Но идем дальше. Итак, украинская армия, по сути, перешла в стратегической обороне. Это раз. Но в чем хитрый замысл вот этого, на что вам надо и нам обращать внимание? За это время, пока приказано американскими советниками перейти к стратегической обороне, зачем это делается? Заламываем пальцем мобилизация, чтобы заполнить окопы новым, так сказать, мясом. Вот это прежде всего мобилизация. Дальше идет ожидание новых партий западного оружия. Вы прекрасно понимаете, да, армия чистит перочки, готовится. Дальше и в массовом порядке принята комплексная программа западная поставка боеприпасов для украинской армии. Это сейчас, вы знаете, нас россиян пытаются обдурить, запуская вот эти рыдания по поводу снарядного голоса голода украинской армии. Ни в коем случае. Это такой дезинформирующий укол, который рассчитан на лохов, на дураков. Украинской армии достаточно сейчас боеприпасов для того, чтобы сегодня крошить и Донецк, и Горловку, и Белгородскую область. Это же где снарядный голод? Вы посмотрите на статистику. Да, да, когда-то на Донецк прилетало 100-120 снарядов, сейчас где-то может быть десятка два или три, но это же не говорит о том, что там полный голод. И таким образом мы можем сегодня сделать вывод, что Украина по совету, а эти советы уже даже изложены в специальной программе, она состоит из четырех пунктов обороны, модернизации, восстановление, это все пункты прописаны в Пентагоне, а не Министерстве обороны Украины. И таким образом, что мы ждем? Мы ждем, что когда вот эти все компоненты украинское политическое военное руководство выполнят, я имею в виду мобилизация, оружие, боеприпасы, вот тогда, на мой взгляд, Украина будет думать о контрнаступе номер два. этого нельзя исключать. Тем более, что сейчас все больше и больше просачиваются сведения, что в общем-то и Запад уже пытается поставлять на Украину не только снаряды, пушки и так далее, самолеты же Ф-16, скоро там возле белорусского неба в небе над Польшей закружатся Ф-16, которые будут нацелены на Россию, и думают, что и на Белоруссию. И вот, когда все это высадется воедино, я думаю, будет Украина пытаться еще раз сделать свой контрнаступ. Но! Я выражу сейчас свое мнение. Противник ошарашен, безусловно, провалом контрнаступа, противник, как вы видите, выходит, переходит к обороне. На мой взгляд, видите, я тоже, называйте меня диванным экспертом, я тоже сейчас могу сказать, самый выгодный момент, когда мы сейчас поймали кураж после провала украинского контрнаступления, не дать противнику зарыться в землю. У нас есть чем взрыхлять эти оборонительные редуты, которые сейчас на пяти рубежах, о которых я бы говорил вам. Нам сейчас не надо дать возможности зарываться противнику в землю, потому что чем больше будет эта пауза, дающая противнику право зарываться, тем больше российский солдат погибнет, когда нам придется штурмовать эти редуты. И вторая задача, вторая задача безусловно стратегическая, вы знаете, я уже перестал задавать вопросы, эти люди в России часто задают вопрос, а почему мы не бьем эшелоны западной военной техники, которые только-только переползают по 13 дорогам, чтобы вы знали, польским, словацким и румынским, на Украину, почему мы не бьем их сразу? У нас есть деятели, эксперты говорят, вы знаете, это непрестижно, а вот когда они собираются на поле боя, и когда это все концентрируется, а мы под телекамерами будем бить это оружие, да нет, это глупое заблуждение, у нас это большая, большая проблема, и если мы научимся молотить эти эшелоны, эти колонны, сразу, как только они врываются на украинскую землю через польскую границу, вы знаете, мы можем сделать такие поставки бессмысленными, с одной стороны мы будем вырубать эти вооружения, с другой стороны сейчас наступал тот стратегический момент, когда надо наваливаться на, в общем-то, моральное, не только физическое, но и моральное поражение потерпевших украинцев. Вот это вот недоотставка заложного, которое случилось на днях, что это было на ваш взгляд? Вы знаете, я часто, я внимательно саживаю, тотально саживаю, по крупинке собираю всю информацию, я поражен тому, как же падок наш журналистский брат, вообще народ, на вот такие склоки, вот понимаете, ну, ну, как на хорошем базаре, а вот там прошел вслух, что заложим вы снимали, ведь, вы извините, уже раз 15 заложного снимали. Вы знаете, я могу высказать только догадку, располагая разными, разными, разными источниками. Если готовится контрнаступ номер два, то вы понимаете, что после того, как заложный сказал, что первый контрнаступ зашел в тупик, Зеленский изверел, вы знаете, хорошо, он сказал сквозь зубы, не удалось решить те задачи в ходе контрнаступа, которых мы намеревались, да, и про Крым, и про Азовское направление, и так далее. Я думаю, я думаю, что Зеленский под новый контрнаступ готовит нового главкома вооруженных сил Украины. Это раз, это второе. Ну, и другое, ведь давайте немножко я посудачу, я же тоже в определенной мере неравнодушен к этому. Но вот посмотрите, сейчас идут бешеные консультации по поводу между Вашингтоном и Киевом, между Байденом и Зеленским, о чем, в общем-то, просочилась информация из офиса. Байден пока не советует не советует Зеленскому снимать заложного. Хорошую фразу старичок сказал, посмотрите, мы там сейчас смеемся над ним, а так посмотрите, что сказал Байден, это в американской печати. Владимир, смотри, чтобы финиш военной карьеры заложного не превратился в бурный старт его политической карьеры, и тогда к тебе не поздоровится. Что говорит американец? Американцы советуют, если уж Зеленскому так не терпится сместить франьера заложного, переместить его по горизонтали, то есть не увольнять из армии, потому что увольнение заложного из армии будет мгновенно обозначать начало его действительно политическое. То вот мудро говорит Байден. Но видите, до нас же здесь, в Москве, доходят разные слухи. все делается по указке по сути из Вашидона, потому что новый план контрастов, это же опять будет плод советников американских и британских и так далее. Мы знаем хорошо, и заложный это показывал, что в общем-то он часто очень серьезно оппонирует президенту, но не настолько, чтобы одевать домашние тапочки и отправляться на пенсию. Да, но смотрите феномен. Вот скажите и вам в Белоруссии, и мне в России, что ж нас так это интересует, а? Что ж нас интересует тут что там? Вы знаете, с одной стороны, давайте по-обывательски, хорошо, когда грызутся политики и генералы Украины, это же нам на руку, да? Ну давайте говорить прямо, чего же тут лицемерие? А во-вторых же нам интересно, а если придет другой главком, а может изменится специальная военная операция, а может быть, вы знаете, может быть у него хватит ума, у этого нового главкома все-таки надавить на президента и услышать, к чему там призывает Киев-Запад, какие сигналы посылает Москва, все это вот мы как бедные родственники, мы все это по крупиночке, по крупиночке, по крупиночке вылавливаем. Но, меня вчера спросили, а вот представьте, что придет новый главком вооруженного Украины, что-то изменится, категорически отвечаю, нет, нет, это вы знаете, как президент Соединенных Штатов Америки, меня, кстати, забавляет, что мы ждем избрания Трампа в России, как появление какой-то мессии, я думаю, что и в Беларуси тоже много очень нубных людей, которые понимают, кто бы не возглавлял Соединенные Штаты Америки, антибелорусская и антироссийская оппозиция, от этого вряд ли изменится, но тем не менее, тем не менее, с удачей, прикидываем варианты, рассчитываем, что будет дальше со специальной военной операцией, ну и конечно, мы начали нашу беседу со встречи Путина с Лукашенко, вы знаете, я вынес из этой встречи одно, вы знаете, формирование действительного союзного государства, оно углубляется, это не только 28 программ, хотя это очень важно, я вижу, как в этот исторический, драматический период, как же хорошо Богом было велено, что у России есть Белоруссия, а у Белоруссии есть Россия. Это так, говоря об Америке, а не поможет ли в нашем общем деле, в нашем деле, Техасская Народная Республика, как сейчас шутя называют, то, что происходит в Соединенных Штатах? Ну, я бы это назвал разборками в американской спальне, да, вы понимаете, нам, конечно, очень хочется, я свои передачи иногда начинаю с лозунга «Техасские братья», выше знамя борьбы за освобождение от американского игора, конечно, нам хочется, но почему, нам хочется, это потому, потому что, вы знаете, нас так натравили, сколько нам душ там в нашу историю американцы насыпали, даже в недавнюю, что иногда хочется, ну вот, ну вот так вот, хочется иногда, чтобы и Америка почувствовала на себе, что такое, когда ее разваливают. и я российский полковник в отставке, поделюсь вам сакраментальной мыслью, я мечтаю о том, чтобы Техас, а может и следующие штаты, все-таки отделились от седневных штатов Америки, а мы будем лицемерно говорить и в Минске, и в Москве, нам нужна сильная, спокойная Америка. Они же так говорили, когда у нас перевороты были. Да, лицемерно. Мы тоже так будем говорить, но тем не менее, тем не менее, вы понимаете, техасский случай нельзя рассматривать вне связи с президентской кампанией, где там семимильными шагами рвется Трамп, ему там палки в колеса. Я теперь посмотрел, насколько она коварна, имеется в виду политика, какие грязные приемы. Это цветоч мировой демократии. Они нас учат и правам человека, и демократии, и так далее. Вы знаете, если вы хотите поучиться демократии, то приезжайте в Белоруссию и в Россию, я хочу, к американцам. Вот тут вы кое-что увидите, то, что можно назвать настоящей демократией. По поводу того, кто такие американцы и как они ведут свои дела, очень замечательный рассказ Марка Твена «Мы англосаксы». Марк Твен. «Мы англосаксы». Кто не читал, всем рекомендую. Там он очень короткий, но выражено все в самой глубине. Возвращаясь к встрече в Петербурге, в своей речи, Александр Лукашенко, говоря об Украине, сказал следующее, что они все равно к нам вернутся, у них выхода другого нет. Как вы думаете? Настоящие украинцы от нас никуда не выходили. Давайте с этого начнем. Нельзя. Я ненавижу, когда всю Украину называют бандеровской или всю армию Украины называют бандеровской. Давайте будем объективны. На Украине среди гражданского населения и в армии есть очень много нормальных людей, которые понимают, что их силком загнали в окоп. Что их силком заставляют страдать и так далее. Батька здесь, конечно, высказал мысль «Это большая мечта». Вы знаете, я руками и ногами за эту мысль хотя бы потому, что, мне кажется, после этих глубоких трагедий, разломов, славянское ядро Европы, представляется Россия, Белоруссия, Украина, мне кажется, оно неизбежно срастется. Но для того, чтобы мы разбежались, да, для того, чтобы мы сошлись, конечно, так не будет, как у России с Белоруссией. Потому что Белоруссия мудра. Белоруссия гораздо, я вам скажу, себя повела гораздо мудрее в эпоху вот этого постсоветского разлома. А вот Украину, Украину мы, конечно, выпустили из орбиты свое влияние и теперь, конечно, приходится расплачиваться. И не только с дипломатических трибун, но и с окопов, и с танков, и с самолетов. Я думаю, но не может же война быть бесконечной. Вы знаете, что бы мы ни говорили, как бы вражеская пропаганда не промывала мозги украинцев, все равно там, в недрах украинского народа есть такое здоровое ядро, которое понимает, что лучше всего существовать в мире. Но мы сейчас, Украина, к сожалению, действительно очень глубоко отравлена вот этим нацизмом, бандеризмом и так далее. Не хочется повторять банальные слова, что бандеровскую Украину, я сказал бандеровскую Украину, она не вся бандеровская, ее, конечно, мамки и учителя очень серьезно испоганили. Потому что там мамка украинская, держа ребенка в своей груди, она показывает на портрет пандеры, который сзади висит. Еще грудной ребеночек начинает понимать, что там хороший дядя. Я уже не говорю про детский садик, уже в тебя не пустят, если ты мальчик не поднимет руку членами Мерла Украина. Я уже не говорю про студентов и так далее. Заряженная антироссийским ядом, украинская пропагандистская машина очень хорошо основательно промыла мозги за последние годы украинскому обществу. К сожалению, теперь за эту ошибку украинцам приходится расплачиваться кровью и необозримыми просторами кладбищ, которые сегодня плодятся на Украине. Только ли кладбищ? Как вы относитесь к заявлениям целого ряда политиков приграничных с нынешней Украиной государств, таких как Венгрия, Румыния, Словакия? Они как-то почти одновременно высказали мысли и свои предположения о том, что будут претендовать на территории, где проживает их этническое меньшинство сейчас, будут претендовать на территории в случае чего? Это радует, что Венгрия занимает самостоятельную позицию в Словакии. Но вы посмотрите, как Виктору Ормана выкручивают Европу руки, аж суставы трещат. Помните, он категорически сначала отказывался о том, что не допустит Украину в ЕС, а сейчас, когда ему подбросили пассианс из 50 миллиардов долларов, евро, извините, и сказали, что мы все это вот разложим и будем потихоньку давать, ведь потихоньку, потихоньку, ну что-то меняется в Венгрии, я вот боюсь чего. Словакия достаточно принципиально, скажем, высказана, что если за него спиной, если стоят Соединенные Штаты Америки. Ну что касается Румынии, то я слышал эти возгласы о том, что верните часть Украины в зад, да, ну вы же знаете, что это заявление было не на официальном уровне, это было какое-то... И там, и там, и там, это все были не действующие, скажем так, государственные деятели, но вместе с тем популярные политики в своих странах. Я боюсь всего. Ведь давайте правду в глаза смотреть, что бы мы с вами не говорили, как бы в России это не звучало приятно, ведь по большому счету вопрос идет о переделе устоявшейся границе. Апа! Да, дорогие друзья, помните, да, помните. Вы знаете, но я еще другой наглый такой человек и хочу сказать, вы знаете, а сейчас же все правила игры на помойку выброшены, да? Ведь посмотрите, пачками выбрасывают на помойку Соединенные Штаты Америки свои договоры, нарушаются любые договоренности в центре Европы, вообще, сейчас Европу трясет, тем сильнее трещат и старые границы, и тем больше и больше таким жирным, лисим взглядом бывшие мирные соседи вдруг смотрят на лакомый украинский кусочек и говорят, а хорошо бы нам вернуться к старым порядкам и вернуть эти земли. Я представляю, у нас же в России тоже есть претензии, вы будете сейчас смеяться, я вот смотрю, когда поляки, румыны, венгрии говорят о том, что надо вернуть, я тогда ставлю вопросы, когда-то и Финляндия входила в состав Российской империи, да, и прибалтийские страны там тоже, мы могли бы тоже, но мы ведь так вопрос не ставим. нам сейчас в России стратегически важно выполнить задачи, связанные со специальной военной операцией. Украина глубоко больна, ее приходится лечить, таблетки не помогают, потому приходится работать в скальпеле. Спасибо большое, Виктор Николаевич, за этот разговор, будем надеяться, что лечение рано или поздно поможет. Всего доброго, успехов вам! Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok